Эй-хей! Всем привет, с вами Слава ЛВН, и сегодня мы с вами поговорим о истории такого жанра, как Баттл Рояль. Ну что ж, приступим. Итак, давайте вспомним ролик мой самый первый, где я сравнивал Баттл Рояль, это был отличный довольно-таки ролик. И там Ваня высказал насчёт истории Баттл Рояля, и, кстати, вот там вставочка. Изначально самый лучший, как по мне, это Hunger Games из Майнкрафта. По сути, вообще, я тебе могу честно сказать, мне была интересна история Баттл Рояля, и я гуглил. Изначально вообще зародился Баттл Рояль, и это по фильмам, фильм Голодные Игры, это как бы первый, кстати, Баттл Рояль. А по этому фильму сделали режим в Майнкрафте, он стал очень популярен. А потом уже по этому режиму начали делать игры. И да, этот ролик у вас посмотреть вот по... здесь будет или здесь. Подсказочка, по которой вы сможете посмотреть это видео. В частности, он был по рапсу и истории игр, но там есть чуть-чуть побольше информации, о чем он сказал. Проразителем всего этого действия встала японская книга Королевская битва, вышла писателем Касюна Таками, вышла в 1999 году. Согласно сюжету, вымышленный народ восточный страдал от того, что там очень много людей, и устраивали они битвы между средних классов. Как и называлась Королевская битва. Так что там было множество режимов, все тыры-пыры тролливали, которые позже появились в PUBG. А, ну да, все это увидел, получается, Брэндом Грин. Компализация жанра, но не эта книга, а экранизация американской писательницы Тьюзен Коллинз, которая в 2008 году написала книгу «Голодные игры». Более известная экранизация данной книги, а с 2015 по 2015 год, три части. Вот, и в отличие от первых Королевских битвов тысячного года, «Голодные игры» американские, более приятные смотрителю, и из-за этого они набрали больше популярности. Когда Майнкрафт стал феноменом игровой индустрии, они просто все говорили «дэн-дэн-дэн-дэн», и так далее, и так подобное, двое моддеров решили перенести «Голодные игры» в Майнкрафт в виде модификации «The Minecraft Hunt Games», старший весьма популярный. На создание мода ответственны Клифф Джеймсон и Мламаске Се-52. Че за ник? Че за ник очень странный, но такой, видимо, есть ник. По сути, они первые организовали жанр Королевской битвы, в принципе, в играх. В этот момент выходит уже на сцену Брэндом Грин. Будущий геймдизайнер из Ирландии, никогда не планировавший заниматься какой-либо деятельностью в мире игр. Он жил в Бразилии, пережил недавний развод и из особого успеха работал в сферах веб-дизайна и фотографий. Весь пессимизм его душевного состояния в тот период был выражен его в нике PlayerUnknown, в лидерстве незаметного для окружающего человека вдали от дома. В какой-то момент Грин зарисовался игрой Arma 2, а точнее его модификацией DayZ. У Грина появилась мысль придать DayZ больше динамике, и не имея практически никаких навыков программирования, он начал медленно, но верно создавать модификации под вдохновением от японской кинокартины. Когда DayZ стал отдельной игрой, Грин и его мод остался не в дел, поэтому он решил выпустить новую версию уже в контексте Arma 3, вернувшись в родную Ирландию. Дизайнер обнаружил, что остался без гроша в кармане. Он начал получать пособие по безработице, и это пособие тратил на поддержание серверов Arma 3. Sony Online Interimational, сейчас они Daybreak Game Company, уже начали разработку своей реалистичной зомби-песочницы Хайзи, Хизи и же Хайуанзи Иван. И Грин раздражал тот факт, что разработчики планируют включить его придуманный режим в игру. На связь с Грином вышел исполнительный директор судьи Джон Смидли, который предложил гейм-дизайнеру присоединиться к разработке в качестве консультации и проведить его мод в официальное дополнение к игре под названием Хайзи, King of the Kill. Грин до сих пор благодарен Смидли за то предложение, ведь оно перернуло всю его жизнь. Судя по, могла просто забрать идею, но вместо этого дал возможность 38-летнему Грину поучаствовать на следующей разработке. И вот, настал момент реализации идеи Грина в виде полноценной игры. Для реализации цели Грин покинул работу в консультации в Sony и подписал контракт с южно-корейской студией Bluehall Studios. Когда Грин прилетел в Корею и ознакомился с всеми подробностями Bluehall, с их документом он сказал, что именно здесь я сделаю свою королевскую битву. И после выхода PUBG действительно стал очень популярным. Он начал набирать миллион просмотров. На Твиче он стал одной из самых популярных игр. И после успеха PUBG другие компании, те же самые Epic Games, Epic Games с им Фортнайтом, Electronic Arts с Apex Legends, Да, вроде ничего не попутал. Тоже начали делать свои игры в жанре Королевская битва. А такой вот ролик получился про историю королевских битв и про историю немножечко PUBG. Надеюсь, что такой ролик был интересен. Если ты хочешь больше таких роликов, ставь лайк, подписывайся на канал. И, конечно же, пиши в комментариях, про что мне сделать еще ролик. Можно рассказать историю Фортнайта? Что ж, на с вами был Слава ЛВен, и я не прощаюсь.